Итак, уважаемые, сегодня мы поговорим о клеще в Аратозе. Химические проблемы, то есть химическим способом его уничтожать, или интересный способ, который существует в Соединенных Штатах Америки. Вот я покажу сначала каталог, и расскажу, в чем суть застоит этого способа. Вот эта компания, попривались, пожалуйста, чтобы люди увидели, с ними хорошо. Вот. Называется Man Lake, мы знаем пчел, переводится. Рабочие являются хозяевами этой компании. Итак, эта компания присылает вощину разных сортов. Есть вощина, вот здесь написано приблизь, вот это, чтобы можно было прочитать. Small Cell Foundation. Это вощина с маленькими ячейками. 4,9 миллиметра ячейка. Вот. Вот отсюда и до половины. Все, кто живут в Соединенных Штатах Америки, с этой компанией по интернету можно выписать, если до 100 долларов берете, 31 страничка. Телефон, пожалуйста, засними, если видно. 1-800-800-80-76-94. Это телефон. Можно позвонить по этому телефону и договориться. Все, кто живут в Соединенных Штатах Америки, они могут выписать такую вощину с маленькими ячейками. Даже есть вальцы для изготовления этой маленькой вощины. Тоже можно заказать и выписать. Я наблюдал. Итак, друзья, для чего нужна эта маленькая вощина? В Соединенных Штатах Америки, кажется, в Тексасе существует даже коммерческая промышленная пасека, которая держит только маленькую вощину. Что это дает? Здесь даже написано, есть приблизительно, еще раз покажи. 4,9 миллиметра селл. Это для борьбы с вароомайтес. То есть с клещом варотозом для борьбы. Как это работает? В нормальной ячейке, когда откладывают яички клещ, то он развивается нормально. Ему нету тесноты. Когда в уменьшенной ячейке откладывают яички клещ, он не может развиваться в этой уменьшенной ячейке по той причине, что ему не хватает там места. Вы можете немножко представить себе, какое сравнение я вам сделаю сейчас. Если вы посмотрите яичко пчелиное, оно очень минимальное. Старые люди даже без очков и специально увеличительные стекла рассматривают эти яички. А клещ, он маленький, и он также откладывает яички. Его яички настолько минимальные, меньше, по-видимому, макового зерна. Их невидимо. Их кто не может увидеть. Если мы с трудом рассматриваем пчелиные яички, то клеща яички еще во много раз меньше. И поэтому, когда эта личинка пытается там развернуться, ее сдавливает другая личинка, пчелиная личинка. Если места не хватает, она там не может развиваться. Поэтому такая пасека практически бывает без клеща. И плюс, еще одно достоинство, если эта пасека без клеща, она имеет второе достоинство. Мед на этой пасеке чистый, без всяких антибиотиков. И люди с удовольствием покупают этот мед. То ли сотовый мед, то ли не сотовый. То есть, качество пчелы постоянно хорошее. Семья всегда хорошая. Один недостаток, что пчела может быть чуть-чуть меньше. Потому что ячейка меньше, минимально суженная. Но матка прекрасно откладывает в этих ячейках пчел. Пчелы вырастают, мед носит. И пасека не нуждается в химической обработке от клеща. Это большое достоинство. Пасека экологически чистая. Да, клещ может быть проскакивать в этой пасеке, но только в трутневых ячейках. Но если в трутневых ячейках он проскочил, то пчеловоды, конечно же, не сильно и обижаются на это. Если клещ, клещевая личинка сдохла, или они пропали, не вышли клещи, или они не могут летать, то пчеловоды в этих вопросах не сильно расстраиваются. Чем меньше трутня, тем больше меда, думают. Так что этот вопрос поставлен на широкую основу в Соединенных Штатах Америки. Пожалуйста, это вот журнал Man Lake. Еще раз показываю. Эта компания очень большая, обширная. Она имеет много офисов по всем штатам Америки. Я через нее выписываю ващину. Что вы делаете? Вы выписали эту ващину. Она может быть разных сортов. Ну, я выписываю. Там написано, что вот такая вот ващина. Пожалуйста, посмотрите. 10 штук. Она с минимальной ячейкой. Это вы запросто можете... У нас в Соединенных Штатах вертикально сразу вдавливается. Вдавливается, как говорится, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это нарутовскую рамочку. Вот на такую рамочку вдавливается проволочка. И сверху она имеет, так сказать, крючочки. Когда вы вставляете, вы прибиваете этими крючочками вниз, так сказать, приколачиваете. Это некоторые делают еще продольную ващину, эту проволочку, для большей крепости. Я лично не делаю, меня устраивает. Она держится, не ломается, потому что... Ну, лучше сделать и продольную. Таким образом, вы эти наващиваете рамочки и ставите гнездовый корпус. Почему гнездовый корпус? Потому что в гнездовом корпусе у вас эти рамочки рассчитаны на гнездовый корпус. Они не рассчитаны на медовый. Ну, если вы контролируете, вы опытный пчеловод, вы можете ставить в медовый корпус. Вот, и ежели вам небольшая пасека, вы можете проконтролировать отстройку. Если до половины отстроили, то вы можете убрать, чтобы они не сделали эту соту с маленькими рамочками, с маленькими ячейками под мед. Потому что, когда сделают под мед, ячейки получаются глыбже, и матка при всем желании не может достать дна, и она не может засеять. И такую рамку, если вы ставите для подзасева соту между расплодом, то она будет пустая. Поэтому лучше ставить между открытым расплодом, когда пчелы тянут. Это при хорошем взятке, если у вас сильный взяток, поставьте между открытым расплодом. И у вас будут соты с маленькими ячейками. Да, пчела будет меньше, но пчела также принесет достаточно меда, да, есть некоторые убытки, но у вас не будет проблемы с клещом. Итак, уважаемые, если у вас есть вопросы, это новый метод, чистый, без химии, без всяких ядов, без антибиотиков. Вы можете использовать, это используется в Америке, и постоянно даже высылается эта ващина с маленькими ячейками. Удачи вам, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok